Минские договоренности Минские договоренности Разрез заявлениями о желании прийти к мирному урегулированию территориального вопроса в Украине идет четвертая волна частичной мобилизации. И это при том, что еще 3 октября президент Украины Петр Порошенко заверял, что проводить новую волну мобилизации не будет. До вершения противоречия слов и действий Петр Порошенко 6 декабря 2014 года в городе Чугуве Харьковской области передал подразделениям вооруженных сил в Украине в зону антитеррористической операции технику и вооружение. В день вооруженных сил Украины, которые впервые за годы независимости празднуют с размахом, собрались военные со всех уголков страны. Танкисты говорят, прямо с праздника отправляются в зону АТО. Новыми боевыми конями довольны. Так о передаче вооружения говорят украинские СМИ. Всего более 100 единиц тяжелой техники, новая модернизированная, отправится на Донбасс. Танки Т-64БМ «Булат», танки Т-64БВ, Т-72Б1, Т-72ЮА, Т-72А, БТР-3Е и БТР-4Е, самоходные артиллерийские установки 2С1, вертолеты Ми-8 и Ми-2. Наши військо ще тільки-тільки народжується, але вже виявилося здатним протистояти найбільшій на континенті військовій потузі, яка перла і прена Україну. Адже навіть коли озброєний до зубов супротивник регулярні часті в серпні вдерся на територію України, він так і не зміг просунутися вперед. В своє пламенной речі господин Порошенко говорит о том, що зарождающееся українське військо змогло дати відпор наибільшій на континенті військовій мощі, яка, цитирую, перла і прєт на Україну, яка, яка, по словам президента України, будучи вооруженна до зубов, прорвалась в августі на територію слав країни, але так і не змігла продвинуться вперед. Пожалуй, ці слова вызывают улыбку, якщо тільки за літній період, білье 20 раз українські представители власти анонсували вторження РФ. Аднака, каждый раз це були лише пусті заявлення, вызваючі разочарування у самих політиків. Стоить заметить, що на вооруженні російська армія стає техніка, яка вызывает подчас завість западних партнерів. В одній з тематических программ ми зможемо качественно розібратися в істинній мощі російських танків, проаналізувати їх характеристики, зробити сравнительный аналь, що даст четке представлення о том, хто є в противостійній на Донбасі оппонентам українськів. Танк Т-61. Танк Т-54 Булат. Слабая частина у нього радіатор, который магниево-алюміниєвий. Для того, щоб вывести танк із строю, нужно зажечть радіатор. В такому состоянию машина максимально зможуть работать около полутора часу отойти на кілометр. Необходимо внимательно следить за НЦВТ. Це крупнокалиберний надбашенний пулемет, управляемий командиром танка. Калибр НЦВТ 12,7. Вращається на 360 градусів, поражає цель в 40 метрах от бронемашини. Якщо рискуєте приблизитися к танку, нужно помнить, що безпасне расстояние – це мертвая зона, которая находится в 20-30 метрах от бронемашини. На этом расстоянии танк видит в триплекс, прицел бесполезен, і випущений снаряд не зможуть достичь цели. Зато именно так можна нанести танку вред. Только за первые месяцы противостояния на Украине было уничтожено более 11 единиц танка Т-64БМ «Булат». Как минимум 10 из них оторвало башню, остальные получили значительное повреждение корпуса. Танк Т-64БВ – это модель танка 64А, ходовая часть у него старого образца. БВ означает, что на нем стоит электроника башни-прицел, управление из 80-го танка. БМ и БВ практически одинаковы. Чтобы устранить танк, необходимо вывести из строя радиатора, воспламенить двигатель. Эффективно можно работать по башне, бить триплекс, прицелы, то есть буквально ослепленный танк практически бездействует. Стоит отметить, что броня у них очень крепкая. Лобовая 44 мм, боковая 34 мм, задняя 22 мм, плюс навешана активная броня. Танк Т-72Б-1 – главный недостаток слабой электроники. То есть, если выстрелить по башне, предположим, из РПГ-7, у танка может выйти из строя система наводки и система управления башней. Требуется 15-20 минут для перезагрузки системы. В это время танк стоит вслепую. На машине установлен НЦВТ – крупнокалиберный надбашенный пулемет, управляемый снаружи. Для экипажа это минус, поскольку командир в таком случае – находка для снайпера. Например, в том же Т-64 пулемет управляется изнутри. Т-72 ЮА более скорострельный, но имеет те же проблемы, как и Т-72Б-1. В целом, все 72-е уязвимы в электронике. Иногда танк сам может сделать первый выстрел и выйти на время из боя, требуя перезагрузки системы. Это время играет против экипажа и на руку противнику. БТР-3 и четвертой категории. БТР-4Е – Буцефал. Смысла нет бить по башне. Уязвимое место – наводчик, находящийся в бою комплекта в нижней точке. Следовательно, имеет смысл бить под башню. БТР-3Е прошивает насквозь даже крупнокалиберное оружие. В лобовые и боковые части кузова. Но если нужно остановить без повреждения слабой брони, например, целью использовать как машину в будущем, то необходимо попадание в радиаторный отсек, на задней крышке, где расположены воздушные грибки. Если радиатор вышел из строя, машина встала, начинает кипеть, ее бросают, уходят. Ведь замена радиатора занимает среднему механика в минут 30. Не самое рациональное использование времени в боевой обстановке. САУ – самоходная артиллерийская установка 2С1. Слабо бронированная. 12-мм лист – самая толстая броня. Все остальное 8-9 мм. Работает в основном издалека. Главный вопрос рассуждения – эффективность техники в бою. На него нам ответил боец Пазаным Нафаня, механик-водитель, оператор-наводчик танков и самоходных орудий, 2-й роты учебного центра Народного корпуса ополчения. Насколько вообще эффективна эта техника в бою? Ну как эффективна? Смотря какой экипаж и как слажен, как это. Вообще танки – это 10 минут боя, пока есть БК. БК отстрелял или бросает от кусок металла, или вместе с ним текает. А вообще жизнедеятельность этой всей техники – от 5 до 15 минут на поле боя. Потом или просто текаешь на ней, потому что она пустая, без единого БК, или просто горишь. Потому что уже кто-то тебя угадал. Насколько часто подбиваются танки украинские? Украинские танки подбиваются много чаще, чем наши. У нас в основном ребята стараются идти лоб в лоб, а эти при отходе открывают бока, трансмиссию, заднюю часть. То есть наши ребята ловят постоянно их на этом, что они разворачиваются и просто начинают текать. То есть открывают тыло по нему работой прекрасного. В танковых боях с участием трофейной украинской техники, которая уже находится на вооружении ДНР, танки Т-64 идут впереди, а танки Т-72 в основном идут на прикрытии. Уже сейчас понятно, что эффективность применения танков всех моделей будет прямо связана с уровнем подготовки экипажей и командования. А он оставляет желать лучшего. С 9 декабря с 9 часов утра наступила артиллерийская тишина. В течение 30 дней зону антитеррористической операции должна покинуть вся тяжелая техника, артиллерия и другое вооружение. Только после этого смогут начать работу представители ОБСЕ, которые контролируют вооружение, вопросы разоружения, меры укрепления доверия и безопасности, и диалог по вопросам безопасности. Вызывает сомнения, не откажется ли в очередной раз Украина от своих слов и не продолжит ли по старой схеме нарушать перемирие, ссылаясь на ополчение. Мы, жители Донбасса, устали от войны. Нам нужен мир. Но остались вопросы, ответы на которые знают, пожалуй, только украинские политики. Зачем? В момент, когда должен осуществляться процесс отвода техники, украинские танки отправляются на Донбасс? И долго ли продлится режим тишины? Оксана Волчонок, Вячеслав Богачук, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ, Донецк. Субтитры создавал DimaTorzok